На нем есть у меня несколько виджетов. Вот виджеты, которые показывают температуру и влажность, и виджеты, которые показывают исторически, сколько хранится в облаке, показания сенсоров температуры и влажности. Всем привет! Сегодня разбираем тему облачных IoT-платформ. И сегодня я хочу поговорить о базовых принципах работы с Arduino IT-клауд. Рассмотрим следующие вещи. Мы рассмотрим базово, как работает в целом платформа, какие платы она поддерживает, что есть в наличии в базовой версии в фри-аккаунте. Посмотрим на ценообразование. И, естественно, соберем реальное приложение на физическом девайсе. У меня под рукой есть ESP32 board. Там, в принципе, поддерживается гораздо больше платформ, но у меня есть она в наличии, поэтому на ней мы все это сделаем. Сделаем приложение, которое будет показывать температуру, влажность и, возможно, зажигать какие-то лампочки. Все это будет управляться с дашборда веб-приложения, дашборда мобильного приложения. И также мы сможем вносить изменения через клауд. И все это будет автоматически обновляться на нашем девайсе. Окей, давайте приступим. Я сейчас проверю экран свой. Так. Окей. Первое, хочу обратить внимание, что в целом платформа IT-клауд Ордына хоть и новая, но, в принципе, они довольно серьезно постарались создать максимальное описание, документацию на момент записи этого видео. И 2021 год, октябрь месяц. Поэтому давайте посмотрим, что у нас сейчас есть в наличии. У нас есть фри-пакет, который позволяет нам не более двух вещей создать, не более пяти переменных для каждой вещи. То есть мы по поводу переменных в клауде сейчас еще поговорим. Неограниченное количество дашбордов можно будет создавать. То, чего не будет во фри-пакете, что бы хотелось бы, конечно же. Это шеринг дашборда, что довольно логично было бы. Вы создали какое-то приложение, допустим, клиенту хотите показать. И вы расшариваете свой дашборд, с которого он сможет этими устройствами, которые, допустим, одно, два, даже в фри-пакете, вот эти два устройства, он сможет им и управлять. Естественно, нет API во фри-пакете, что хотелось бы, конечно, давать какие-то запросы через API и управлять, в принципе, таким образом устройством. Допустим, добавить новый виджет в дашборд посредством API. Этого во фри-пакете не будет. Так, ну здесь дальше плюс-минус понятно по таблице. Ссылочку я оставлю. Единственная неприятная вещь во фри-пакете – это то, что ваши данные в облаке будут храниться всего лишь один день для фри-пакета. Для других планов, которые платные, там немножко более уже интересно все. Ну и буквально вот недавно, может, пару месяцев назад, добавили поддержку ESP32 и ESP32 и ESP266. До этого у них платформы были только Arduino Nano IT и, в принципе, вся большая часть обновленной линейки Arduino плат. Ссылочку по саппорту Arduino плат также я оставлю в описании к видео. Далее. Документация и хелп-центр, в принципе, неплохой. То есть, уже даже на текущий момент записи видео можно будет найти большинство ответов. Приятная штука. Бесплатно есть возможность поставить вот такое приложение. Сейчас я попытаюсь. Я экран сейчас переключу здесь. То есть, поставить приложение, где будут ваши виджеты. И вы сможете прямо с приложения, допустим, там устройством управлять. Управлять, если у вас есть виджеты управления на устройство с облака. Ну и, соответственно, этот же дашборд и все эти элементы, которые вы сможете в приложении использовать, вы будете использовать в облаке. Так, далее. У них есть на сайте уже готовая документация по использованию китов. То есть, от Arduino либо других производителей. И, соответственно, шаблоны для вещей, интернет-вещей, которые вы сможете использовать через облако Arduino IoT. Соответственно, вы можете взять за основу какой-то шаблон, который есть в наличии, доработать там сенсоры на хардвер уровне. На уровне клауд доработать виджеты, программную часть. И, в принципе, таким образом вы фундаментально берете за основу какое-то устройство и его апгрейдите. Окей. По тому, что из себя представляет облачная технология с устройством, нет смысла говорить без агента, который позволит вам деплоить любое ваше приложение на устройство. На текущий момент есть два типа деплоинга кода на ваше устройство. Это фактически по воздуху, то есть через интернет-каналы и через интерфейс USB. На текущий момент для фри-плана поддерживается только подключение через USB. Соответственно, вам агент будет необходим. Как поставить агент? Я ссылочку сброшу. Есть подробный гайд. Важно понять, чтобы агент до того, как вы будете работать с реальным устройством с облака, то есть какую-то часть облака вы сбилдили, вы хотите зафлэшить на устройство, вам необходимо будет использовать агент. Поставите агент, у вас появится в вашей операционной системе некая иконочка, что агент запущен. Можете поставить на автозапуск систему этого агента и будете пользоваться постоянно, как только будете работать с IT-устройством. Агент стоит, в принципе, можно уже переходить в само облако. По девайсам, сказал или не сказал, сейчас более детально расскажу в этом плане. На текущий момент поддерживается большая часть ардуиновских устройств. Здесь ссылочку я тоже оставлю. Но с недавних пор у них появилась возможность работы из стороннего производителя, например, Raspberry Pi, микроконтроллерами ESP32 и так далее. Поэтому в зависимости от устройства, на которое вы будете деплоить, необходимо будет зайти в документацию по саппорту бордов и посмотреть, поддерживает ли клауд вашу плату. Отлично. Переходим в клауд. Иконочка клауд будет доступна абсолютно с любых главных страниц ардуины. Они сейчас очень серьезно его пиарят. Маркетинг у них в этом плане хороший. Вот. Зашли в клауд. Давайте сейчас кратко разберем этот простой интерфейс. Здесь есть у нас вещи, дашборды, устройства, интеграция, темплиты. Логично создать вещь. Вещь создается нажатием на кнопочку «Создать вещь». Далее вот то, о чем мы говорили в прайсинге, в различии платежных пакетов и в целом пакетов по функциональности для IT-клауд. Есть такая вещь, как переменные, которые будут привязаны к вашему проекту. Соответственно, вы создаете какую-то вещь и у вас есть какие-то переменные. Переменные температуры, переменные влажности. Возможно, переменные для того, чтобы вы включали какое-то реле, которое будет в свою очередь включать какие-то источники питания. Поэтому для free-плана есть возможность создавать для двух устройств, то есть для каждого устройства по пять переменных. То есть переменные создается добавить переменную. Допустим, температура, кратко. К примеру, там float. Мы хотим, чтобы после запятой нам показывали еще какие-то знаки. Соответственно, она декларируется вот таким образом. Можете ее здесь... Да, здесь тоже можно будет изменить. Соответственно, в IDE, которая будет доступна в клауде, она уже будет задекларирована и вы сможете ее использовать в своем коде. В большинстве случаев я использую конкретно для сенсоров только read-only доступ. Ну, нет смысла использовать, допустим, еще из облака на сенсор, если этот сенсор не дает какой-то фидбэк самой плате. Или, возможно, другим сенсорам. Если он дает, то, конечно же, да, ставьте и чтение, и запись. Допустим, ставим только запись. Здесь делаем полный доступ на полисе. Здесь по иконочке i можно будет посмотреть, что себя представляет конкретная функция. Добавляем переменную. Переменная, допустим, одна у нас есть. И далее вам нужно будет привязать это все к девайсу. Привязав к девайсу, вы свяжете тем самым весь список переменных, которые у вас есть уже в клауде, с устройством. И это все будет привязано к вашей вещи, то есть к проекту. Соответственно, вы сможете привязать на текущий момент не более двух устройств и пять переменных. Ну, это как вот в фри-пакете. Если у вас пакет платный, вы тестируете платный пакет, там уже немножко другие возможности. Они шире гораздо. Вот, соответственно, если вы захотите поставить новый девайс, если у вас девайс один и привязан, вы хотите еще один, то, соответственно, вас выведет такая вот иконочка. И здесь вот как раз вот то, о чем я говорил, поддерживаемые платы. Здесь можно будет посмотреть. Вот нажать на, навести на i и посмотреть. На i и посмотреть. Соответственно, если мы используем любую из этих иконок, предложат вариант выбрать модель устройства. Ну, к примеру, там ESP32 и вот конкретно модель, потому что под ESP32 чип в целом плат очень-очень много. То есть выбираете с ESP32, модификацию это ESP32, к примеру, если мы под ESP32 делаем, и дальше двигайтесь дальше. На этом этапе важно, чтобы агент уже был запущен, устройство было подключено к интерфейсу, допустим, USB. Вот. И вы смогли пользоваться этим устройством в дальнейшем, когда вы перейдете в IDE в клауде. Окей. Я сейчас добавлять не буду это, потому что у меня девайсы уже добавлены. На текущий момент у меня вот ESP32 уже подключена. Она вот онлайн у меня. Окей. По вещам. Соответственно, вы ассоциировали это все с девайсом, у вас уже есть подключенное. Следующее, что вам нужно будет сделать, это перейти в дашборды и набросать вот дашборд, как бы вы хотели, чтобы ваше приложение выглядело. То есть в веб-приложении, либо мобильное приложение. Ну, здесь очень простой интерфейс. Здесь вы указываете какой-то name. Да, кстати, вот здесь есть две иконочки. Иконочка просмотра и иконочка редактирования. По созданию, первоначальном создании дашборда, если вы не редактируете существующий дашборд, вам по умолчанию выбьет иконочка редактирования. Поэтому на всякий случай проверяйте, вдруг у вас не будет возможности создавать здесь элементы. Вот, кнопочка добавить. И здесь, соответственно, у вас есть вещи. Прошу прощения, не вещи, а виджеты для вашего приложения. Если мы сейчас используем температуру, то, естественно, нам нужен показатель value, допустим. Либо мы возьмем там вот такая стрелочка, такой виджет. Допустим, выбираем его. Вот у нас есть уже такой виджет появился. Как он будет выглядеть? Соответственно, назовем его температуру. И привяжем нашу переменную, которая у нас в целом в облаке хранится. Здесь так устроено, что вы сначала выбираете вещь, а потом все те перемены, которые вы до этого привязали к вещи, у вас будут доступны к выбору привязки к виджету этих переменных. Соответственно, я сейчас, допустим, выберу вот ту вещь, которую мы только что создали. Я ее никак не называл. Untitled у меня здесь. У меня доступна к этой вещи только температура. Я могу ее сейчас прилинковать. Но также у меня есть возможность выбрать другую вещь из списка и привязать, допустим, из другой вещи переменную, которую на этот виджет мне будут давать данные, то есть телеметрию какую-то. Зачем это нужно? Например, у вас есть несколько устройств. Могут быть сотни, десятки, сотен и так далее. И вы хотите собрать приложение минимальная версия, максимальная версия этого приложения. И, допустим, максимальная версия вы хотите, чтобы у вас участвовали практически со всех ваших вещей данные о телеметрии какой-то. Соответственно, что вам нужно сделать? Вы выбираете переменную из каждой вещи и добавляете ее в ваш дашборд. Таким образом, вы пополняете ваш дашборд всеми этими переменными. Соответственно, эти перемены дают какие-то данные на ваши виджеты. Я могу сейчас с одной вещи взять, допустим, те перемены, которые я создал. Напомню, что у нас всего лишь во фри-плане две вещи по нашему тарифному плану есть. в вещи, которые у меня уже существуют, которые мы посмотрим, как работает устройство. Я создал также три переменные для того, чтобы лампочка загоралась. Для сенсора у меня две переменные это температура и влажность. Соответственно, я смогу, допустим, выбрать температуру и прилинковать к этой вещи. по температуре. Например, давайте ограничим. Это Value Range. Это как раз ограничение того, в каких пределах будет работать наш виджет. Это не значит, что в этих пределах работает сенсор. Это предел работы виджета, то есть показания от и до. Соответственно, прилинковали. здесь подпись. Можете подпись убрать, можете оставить, как хотите. Да, можете имя конкретной вещи показывать здесь, которая привязана. Кстати, очень полезно, если у вас очень много вещей и вы эти виджеты хотите каким-то образом сортировать. Таким образом, у вас есть возможность указать еще с какой вещи эти показатели приходят. вот таким образом это работает. Вот. Добавляем окей. И вот, кстати, сейчас устройство у меня уже подключено. Я немножко забегу вперед. И я смогу вот сейчас к сенсору взять сенсор покрепче в руки и вот у меня меняются уже показатели. Устройство онлайн. Да, я сейчас об этом немножко покажу. Вот у меня уже растет температура здесь. об этом поговорим еще. Окей. Давайте вернемся к редактированию дашборда, чтобы мы не распылялись. Соответственно, вы таким образом можете создавать эти виджеты, привязывать свой дашборд и формировать так приложение, как вы захотите. Здесь возможности какой-то калибровки responsable вашего UI ее так в принципе нет. То есть она максимально упрощена для того, чтобы вы могли создать максимально простой дашборд. Но самое интересное, что мобильная версия выглядит довольно неплохо. То есть там нет поехавших каких-то виджетов, сдвигов. То есть в принципе мобильная и веб-версия полноценно она неплохо смотрится. Вот. Есть возможность также подключить вещи в виджеты в виде переменных, которые будут добавлены в целом в дашборд. Вот. Давайте сейчас создадим виджеты. То есть мы можем выбрать вещь, выбрать все имеющиеся в этой вещи переменные и создать виджет. То есть я допустим одним кликом создал виджет по температуре, по влажности и допустим у меня стоит еще переменная включать-выключать светодиод. Допустим я одним кликом на это все добавил. Удаляется это также все просто таким вот образом. так виджеты поудаляли в принципе таким образом это все удаляется и если вы хотите вы можете нажать кнопочку перемещения и можете в принципе перемещать как вам захочется ну и естественно размер виджета вот абсолютно простой в то же время лаконично все просто самое необходимое то что мы хотим от сенсора получить мы в принципе получаем окей давайте я вернусь сейчас к настроенному чтобы мы сейчас настроенному настроенному вещи настроенному проекту в целом и пройдусь вот по тем вещам которые связаны уже с клаудом и IDF которые будет наш код крутиться окей у меня есть созданная вещь здесь я сделал девайс ESP32 конкретно привязал его к IT клауду ардуино вот у меня здесь есть три переменные создается переменная я рассказал каким образом это влажность температура и здесь более значение включение выключение только светодиода вот соответственно можно перейти на вкладочку скетч и здесь кратко есть вот то как из чего состоит в целом приложение с чем оно ассоциируется какие есть переменные здесь и так далее но я рекомендую сразу же переходить и знакомиться с полным редактором в Arduino Cloud IT и в принципе вот сейчас мы давайте перейдем сюда отлично перешли сюда интерфейс здесь тоже гораздо упрощенный чем в полной Arduino IDE которые вы ставите в операционную систему но в целом в принципе тоже нужно будет в кое-каких вещах почитать разобраться но если вы работали в целом с Arduino IDE в операционной системе то есть приложения которые ставятся в вашу операционную систему то здесь в принципе знакомые все вещи будут то есть примеры использования кода под разные платы библиотеки которые вам уже практически не нужно будет ставить большинство здесь уже предустановлено к примеру вы там хотите для вашей платы ESP32 какую-то библиотеку которая работает с сенсорами DHT это лабораторный простой дешевый сенсор который показывает влажность и температуру только с него можно собрать соответственно но эта библиотека уже есть и под ESP32 и под Arduino платы под большинство платы вам нужно будет только задекларировать эту библиотеку в вашем коде там заголовочный файл прописать и в принципе это все будет там мониторинг также будет доступен единственное да сериал монитор вот выбираем плату вот все доступно вот соответственно да смотрите в начале могут быть трудности с выбором платы вам важно посмотреть вот здесь порт не всегда определяется я до этого на маке смотрел в принципе под макось я мог увидеть вот здесь все доступные подключения которые у меня были но если это не работает тогда в принципе выбирайте select other boards и порт и здесь выбирайте плату вашу и выбирайте порт по которому не знаете порт можете в принципе либо arduino IDE запустить либо через консоль посмотреть по какому порту через ваш интерфейс там ваш ESP либо arduino подключена окей дальше референсы здесь в основном документация всякая по каким-то методам которые вы будете использовать help настройки темы и так далее здесь ничего особенного нет вот нас интересует основной скетчбук в нем та вещь то есть тот проект который вы запустили через cloud IDE он будет уже здесь доступен смотрите здесь основные вещи выполняются в файле ино которые вы также можете экспортировать и на вашей операционной системе в IDE в arduino открыть и скомпилировать на вашем компьютере сюда перенести и здесь зафлешить либо зафлешить на ваш на компьютере либо зафлешить прямо с облака и так и так есть такая возможность то есть вы можете ваш код вашего приложения записать на вашу плату микроконтроллер либо микрокомпьютер что это будет либо с вашего персонального компьютера на любой операционной системе под любой операционной системой на вашу плату либо же с облака вы можете это сделать То есть Cloud IDE это позволяет сделать и экспорт, и импорт кода. Важная часть, о которой я еще не говорил, это вот Secret Key. Я сейчас не буду ее открывать, потому что там прописаны мои в Wi-Fi пароли и секреты, связанные с созданием вещи. Мы сейчас вернемся на Орды, на IT Cloud. Перейдем в Setup и здесь я хочу показать, что в принципе этот нетворк вы можете изменить в самой вещи. То есть вещь не только переменные привязаны, но и фактически ваши Secret Key. То есть это ваш пароль от Wi-Fi, если это микроконтроллер позволяет это делать. Secret Key вам дается, как только вы создаете вещь. То есть как только вы нажали кнопочку вот здесь в Devices, добавить вещь, вам появится окно, в котором вам предложат сохранить эти ключи. Соответственно, если вы это забыли сделать, вы видите, что у вас скомпилировался код, но вы зафлешили его, но на контроллере не работает. Поэтому проверяйте вот сразу такие вещи, связанные с нетворком и с секрет кеями. Это можно сделать как на вкладке Secret, это можно сделать в облаке IT Cloud, в вещах, в сетапах и вот в этом месте, где нетворк описан. То есть нажимаете Change и изменяете. Окей. Ну дальше здесь Readme, то есть как в целом работать, здесь ничего особенного такого нет. Заголовочные файлы тех, все-таки показал я, ладно, не важно. Проперти свои. Здесь заголочный файл всех ваших предустановок, то есть Secret Key, некоторые вещи, связанные с библиотеками, которые вы будете использовать. То есть это фактически заголочный файл вашей вещи. Окей. Теперь все те переменные, которые мы создавали для нашей вещи, которые вот здесь так либо описаны, мы используем в нашем коде. То есть, но также они будут вот закомментированы на всякий случай, чтобы вы там не прыгали с вкладки на вкладку. То есть об этом уже IT Cloud Arden позаботился. То есть у вас эта возможность есть. Вот. Эти все вещи есть. Соответственно, использовать библиотеки, используйте, там, декларируйте те пины, которые вы будете использовать на вашем контроллере, либо на микрокомпьютере, для того, чтобы ваш сенсор подключить. Например, я использую библиотеку DHT11, DHT в целом, но сенсор я использую DHT11. Сейчас, наверное, переключу здесь камеру. Вот. То есть у меня есть контроллер ESP32, у меня есть сенсор DHT11 и светодиодик RGB, но я подключил его только на синий цвет. Просто на этой платке уже есть резисторы, для того, чтобы мне не пришлось это все на борде вставлять, множество проводов делать, я сделал это все гораздо проще. То есть у меня фактически два подключенных дополнительных устройства. это светодиод и сенсор влажности и температуры. Влажность и температуры. Давайте я верну камеру. Влажность и температуры я определяю библиотека DHT. Она уже встроена в IT Cloud, как и большинство библиотек. Вы это увидите, когда будете делать любой проект. Вот. Определяю сразу же, что на четвертом пине, D4, у меня подключенный сигнал от сенсора. Как узнать распиновку? Ну, я не знаю. ESP32, Pinout. Забиваете. И, к примеру, там вы видите все распиновку, где какой пин, за что отвечает. Вот. Теперь по LED, по лампочке и каким образом это все будет контролироваться. На 23-й пин я повесил мой светодиод. Ну, соответственно, в большинстве случаев, когда вы будете создавать в клауде, у вас будет генериться вот такой комментарий в коде. То есть, допустим, там главный луп, и здесь будет ваш код. И вы, допустим, там вписываете, что там какая задержка, что в переменную температуру, во влажность. Мы будем там считывать влажность и температуру. Соответственно, будем помещать в эту переменную. Ну, соответственно, та переменная, в которой это все будет храниться, и является той переменной, которую мы здесь создавали. Соответственно, здесь в облаке такая вот интересная магия происходит. вы создали эту переменную, которая привязана уже к виджетам, и все, что вы будете делать к этой переменной, там считывать сенсоров, на виджетах у вас будет это все обновляться. Ну, в принципе, как и в большинстве случаев, так и происходит. Но в облаке это работает гораздо быстрее, и прототипировать самое главное. Вы сможете, ну, за считанные там минуты, даже за час можно сделать полноценное приложение в облаке. Вот. Соответственно, для светодиода у меня здесь условия. Там, если иначе, то есть включать-выключать пин, пин лет, это моя переменная, которую я вот объявил на пин 23. Соответственно, сама переменная, она идет к моей переменной, которая в облаке, и дает ей сигнал о том, что необходимо сделать в целом в инфраструктуре облака. То есть это виджеты, либо какие-то дополнительные элементы в приложении. Все то, что я забираю с реального физического девайса. Соответственно, при взаимодействии с виджетом на тумблере, то есть на кнопочке, которую я переключаю, срабатывает вот это условие. То есть зажигает, либо выключает лампочку. То есть мост это делает. Вот в целом, как это работает. Поэтому есть две кнопки. Это verify и save. Можно отдельно сохранить. Но если вы работали с Arduino IDE на операционной системе Linux, Mac, Windows, вы знаете, что это первая кнопка, она build, а вторая кнопочка, она flash. То есть она upload ваш сбилдженный код на ваш микроконтроллер, либо микрокомпьютер. Но в большинстве случаев в Arduino используют все-таки для микроконтроллеров и код в основном на C. Потому что это более эффективно конкретно в случае микроконтроллеров. В целом, наверное, это все по IDE. То есть, если чего-то не рассказал, вот в этом базовом, таком небольшом курсе, можно зайти в референсы, можно зайти в целом в документацию по Arduino Cloud. То есть есть у них такой Help Center. Здесь, в принципе, по hardware, по software, в целом, по Cloud инфраструктуре Arduino. Здесь есть много документации. Можно, в принципе, найти ответы на вопросы, на большинство вопросов. Вот. Забилдили, заплодили вы код. И, в принципе, ваше устройство подключено. Вы можете вернуться вот сюда. Вы увидите, что ваше устройство онлайн. И далее вы переходите в дашборды. Те дашборды, которые вы создали, сохранили. То есть, допустим, у меня есть ESP32 дашборд, который я создавал ранее. То есть, не в конкретном курсе, не в этом. на нем есть у меня несколько виджетов. Вот виджеты, которые показывают температуру, влажность. И виджеты, которые показывают исторически, сколько хранится в облаке, показания сенсоров температуры и влажности. То есть, если посмотреть по коду, то каждый какой-то промежуток времени, сейчас я посмотрю, сколько здесь, вот дилей у меня стоит 1000. То есть, это каждую секунду у меня идет обновление по температуре и по влажности. Соответственно, вот сейчас я возьму сенсор. Сейчас по температуре вот уже влажность за счет температуры кожи моей. влажность начала расти, ну и температура начала расти. Соответственно, можно, вот я добавил еще два виджета, это графы такие строят. Можно в реальном времени это все смотреть. И вот, смотрите, каждую секунду, в принципе, будет обновление происходить в облако. Вот, в принципе, как это все происходит. Все довольно просто. Быстро прототипировано в таких небольших контроллерах. Но главное, что вот весь этот ГУИ вы не создаете с нуля. То есть, у вас есть для этого инструменты. и приложение для IoT-приложения вы сможете создать, я вам гарантирую, посмотрите Arduino Cloud. Да, он не такой навороченный, как AWS IoT Core, как Azure Microsoft-овский, как вот недавнее знакомство моё с Bosch IoT. То есть, гораздо упрощеннее, но тем не менее, можно создавать довольно интересные вещи. Вот. Ну и соответственно, да, я сейчас переключу камеру, чтобы покрупнее. То есть, у меня есть ещё подключённый светодиод. Я могу нажать и светодиод у меня светится. Вот. здесь уже обратно. Я не считываю, как вот с сенсоров и не передаю, а наоборот, я с облака даю сигнал моему микроконтроллеру. Микроконтроллер обращается к этому пину и подаёт на него питание. То есть, здесь всё банально просто. Вот, в принципе, как это работает. вот так вот. Вот, в целом, это то, чем я хотел поделиться. Вот так, в принципе, это всё устроено. Я не знаю, пробуйте, смотрите документацию, возможно, с другими контроллерами, другими крутыми сенсорами у вас получится классное приложение, экспериментируйте, делитесь своим опытом. В целом, смотрите в сторону облачных технологий. Я считаю, что уже на этом сейчас можно не только найти хорошую работу, но и в целом создавать быстро проекты. Ну и в целом, для того, чтобы вы создали какой-то прототип, вы понимаете, что вы тратили на это гораздо больше времени, сейчас можете потратить меньше времени, получить удовольствие от того, что вы делаете, что самое главное, наверное, всё-таки. И в целом, погрузиться в мир клауд-технологии. Вот такой был небольшой курс по Arduino IoT Cloud. Всем спасибо. Пока.